Меня зовут Нуркет, как мне представил мой коллега. Я являюсь аналитиком данных в компании Колеса Групп. Сейчас занимаюсь аналитикой продукта Крыша Ки-З в команде монетизации. И сегодня мы поговорим по такой теме, как ML помогает Крыша Ки-З оценивать эффективность монетизации и тем самым усиливать ее. Давайте начинать. Давайте сначала пробежимся быстро по контену. Что мы будем сегодня смотреть? Первое. Мы сделаем небольшое введение в продукт монетизации. Посмотрим, что это такое, как она вообще работает. Дальше обозначим продуктовую проблему, которая прозвучала от бизнеса. И попробуем вникнуть в методики расчета метрики эффективности. Потом оттуда так плавно перейдем к расчету ее оптимума. А также внедрим эти изменения и проанализируем эффект как настоящий аналитик. Итак, продвижение. Что такое продвижение? У нас в продукте Крыша Ки-З любой подающий объявление пользователя может продвинуть свое объявление выше в поисковой выдаче. То есть у нас есть поисковая выдача. И по сути мы фиксируем то, что есть платные объявления и бесплатные. И отличаются они тем, что платные объявления они приобрели, платную услугу продвижения. И тем самым они будут находиться выше тех, кто вот эту платную услугу продвижения не приобретал. Что это дает? Это обычно дает больше охвата пользователей поисковой выдачи, так и просмотра объявлений, поскольку подавляющее большинство пользователей обычно чаще задерживаются именно на первых страницах выдачи, нежели на последних. За счет этого получается то, что обычно платные объявления набирают больше охвата и просмотров, чем бесплатные. Итак, это зафиксировали. Теперь еще сделаем небольшое внедрение по типам пользователей. Какие у нас есть типы пользователей? Самые первые это сами, конечно же, хозяева недвижимости. То есть сам хозяин недвижимости он может так и продавать, так и сдавать в нашем продукте. И мы их можем обозначить как некий C2C клиент, поскольку этот хозяин как клиент взаимодействует с другим искателем как клиентом. Второй тип пользователей это специалист или же компания как агентства недвижимости, или же в простонародье риэлтор. Это тоже можно по сути как отнести либо к сегменту B2C, поскольку это по сути как бизнес, который взаимодействует с другими клиентами. Но со стороны нашего бизнеса это все так же клиент, который взаимодействует с другими клиентами. Третий сегмент это новостройки. То есть есть вот застройщики и наш бизнес как компания взаимодействует, сотрудничает с этими застройщиками и рождается тип пользователя новостройки. И последний тип пользователя это крыша агенты, на котором мы будем как раз в этом докладе засыкливаться. Это сегмент тоже B2B, по сути как наш бизнес взаимодействует с вторым пунктом со специалистами. Окей, давайте обозначим продуктовую проблему. Предыстория. Примерно около двух лет назад запускается как бы некий стартап проект внутри продукта. Это называется крыша агент, когда мы взаимодействуем с, сотрудничаем с специалистами. И начинаем по сути применять большое количество платных услуг, поскольку мы это умеем. Потому что платные услуги в нашем распоряжении. И, казалось бы, продукт начинает расти, и с ростом продукта начинает расти количество базы объявлений. И продукт нам приходит и говорит, вот смотрите, мы сейчас растем, и в какой-то момент мы можем направиться на то, что у нас поисковая выдача может примерно выглядеть следующим образом, когда у нас поисковая выдача может быть завалена только одним и тем же типом пользователя, как на этом примере крыша агент. И бизнес нам говорит, блин, нам это не нужно. Нам по-хорошему нужно, чтобы было так. То есть когда у нас могли бы конкурировать несколько типов пользователя, например, специалист, крыша агент, хозяева недвижимости, новостройки и так далее. То есть бизнес нам просто одним предложением говорит, нам нужна не здоровая выдача, а нужна, как на втором примере, здоровая выдача и конкуренция. Окей. И идем, значит, мы с аналитиками, садимся в Анисол и рассуждаем. Окей, а как это переформулировать на язык аналитики? Мы говорим, а вот сколько нужно дать платных услуг для B2B сегмента, для крыша агентов, можно выдать, чтобы вот эта ценность от продвижений, она была по сути в норме. Ну, вроде звучит плюс-минус понятно, но рождаются несколько вопросов, например, что такое ценность и с чем ее вообще едят, что это вообще такое. Второй вопрос, а что это за норма вообще? Потому что нам, во-первых, нужно сначала просчитать вот эту метрику ценности от продвижения, потом еще и как-то на норму выйти, ну, блин, не очень понятно, вот туманно все это дело было. И произошла гениальная мысль. Условно, Вася предложил, а давайте вот возьмем в одну руку платные объявления, а в другую руку платные услуги, которые они не применяют. И возьмем, по сути, здесь просмотры этих платных объявлений, и просто возьмем это отношение, то есть поделим одно на другое. И это как бы будет, по сути, как метрика ценностей, которая будет отображать метрику эффективности продвижения. Ну, на самом деле, хорошая метрика из плюсов, ну, как замер эффективности продвижения, поскольку, например, если у нас будет, по сути, как спад по платным услугам, но просмотры не так сильно упадут, то, якобы, мы можем сказать, что вот, эффективность на вот эти платные услуги, она выросла. Окей. Но из минусов в том, что, а вот нам бесплатные объявления с угла нам говорят, а что вы-то нас не учитываете, а как же я? То есть, по сути, нам необходимо еще учитывать просмотр бесплатных объявлений, поскольку, на самом деле, может быть какой-то узкий сегмент, где платные объявления могло бы набирать столько же просмотров, даже если бы оно не было платным. Итак, мы еще раз садимся с аналитиками и переформулируем теперь, по сути, метрику ценности, этот подсчет следующим образом. Мы говорим, а вот сколько просмотров набрало бы платные, ой, точнее, бесплатные объявления, если бы оно было платным? Тоже, кажется, плюс-минус понятно. Окей. И тогда, как решение, накидываем, что можно было бы сравнить платные объявления просто и с бесплатными. То есть, поскольку наша база позволяет, и у нас есть достаточное количество платных объявлений и бесплатных объявлений, а давайте просто их сравним. И потихоньку мы накидываем решение, как метод решения, рандом. Можем просто случайную монету кинуть, взять случайные платные объявления, случайные бесплатные, и сравнить их между собой. А второй метод — группировка. По сути, как кластеризация, мы можем сгруппировать объявления по каким-то параметрам, например, однокомнатные, в Алматы, в Бостон-Икском районе. Давайте в рамках этого же кластера сравнивать платные объявления и бесплатные между собой. И третье — это прикрутить какую-то умную машинку, которую все будут делать за нас. Итак, перед тем, как больше углубиться в методики расчета, давайте сначала зафиксируем следующие вещи. Поскольку у нас, по сути, как происходит обучение без учителя, нам важно провалидировать вот эти методики и сравнить их между собой, вот эти три метода. Что тут можно использовать? Тут написаны заумные слова. Индекс какого-то холинский карабаса. Что это означает? Она на самом деле плюс-минус очень просто работает. Мы говорим, а вот у нас мы построили какие-то группы, вот группа первая, вторая, третья. А вот давайте просто возьмем отношения в дух вещей. Первое — это взглянем на то, как отклоняются между собой группы, и потом это поделим на то, как отклоняются между собой точки в этих группах. Второй метод — это индекс Дэвиса Болгина. Она работает плюс-минус схожим образом. То есть мы берем теперь не только отношения, а возьмем какое-то среднее. На самом деле там, конечно, есть всякие математические приколы, которые нужно учитывать, но более-менее обобщенно поверхность это работает вот так. И мы говорим, а вот давайте по сложному пути пойдем. Мы же любим все сложное, усложнять себе нити по легкому пути. Мы говорим, а вот давайте возьмем бизнес-метрику, чуть-чуть стылим идейку с верхних методик, и будем также брать какой-то разброс в виде стандартного отклонения. Разброс будет считаться по просмотрам у бесплатных объявлений. Поскольку мы из бизнеса понимаем то, что по сути просмотры вот этих бесплатных объявлений не должны сильно разниться. Окей, давайте теперь чуть более подробно опишем, как вообще работают методики. Рандом первое. Мы говорим, а вот давайте возьмем какое-то абсолютно случайное платное объявление слева, например, это, и сравним там с случайным бесплатным объявлением справа, вот здесь вот. И будем сравнивать, по сути, их же просмотры. Или как это еще себе можно представить, не пугайтесь этого графика, он на самом деле работает очень просто. Здесь по х у нас расположен вектор параметров объявлений, выраженный в одном числе, по у у нас количество просмотров. И каждая точка это какое-либо объявление, то ли платное, то ли бесплатное. Например, красное это платное объявление, синий это бесплатное. И мы можем абсолютно рандомно взять, например, дачу матча хата хаусу Кена и сравнить там с какой-то другой однушкой бесплатным объявлением. Окей, обозначаем метрику. Метрику у нас будут выступать как просто x минус y, очень просто. Где x это у нас будет как просмотры платных объявлений, а y это просмотры бесплатных объявлений. И при этом здесь объявления будут подбираться, ну, получается, случайным образом. Окей, в чем же плюс этого метода? То, что нет необходимости какой-либо сегментации, а также очень-очень на самом деле простая реализация, просто кидай монетку и подбирай. Минус этого метода в том, что вот та проксиметрика, которую мы подобрали, бизнес-метрика, там у нее находится больше всего разброса просмотра бесплатных объявлений, если сравнивать с другими методиками. Второй метод — это группировка, как она работает. Мы говорим, а вот давайте, допустим, что платное объявление вот здесь, это вот кластер первый, потому что у нее там, это, кажется, двухкомнатная, да. Это двухкомнатная квартира. И мы скажем, то, что справа бесплатное объявление, это тоже, поскольку она двухкомнатная, это тоже класса первый, и давайте их между собой сравнивать. Это еще можно себе тоже вот на том же графике представить себе следующим образом, то, что у нас есть какой-то вектор параметров объявок, и мы здесь подбираем там, например, какую-то группу, однушку, вот тоже в Алматы, в Миндевском районе, и сравниваем между собой. Все так же. Метрика x-y, где x у нас просмотры платных объявлений, y — это просмотр бесплатных объявлений, и единственное различие в том, что теперь мы объявления будем подбирать не случайным образом, а по кластеру. Понятно. Окей. Плюс этого метода в том, что мы можем сами регулировать сегменты, мы можем как угодно этот сегмент регулировать, но минус это в том, что нам необходимо вот эти сегменты самим регулировать, то есть это ручной или другие пути построения кластеров, и в определенных кластерах на самом деле может не хватать количества объявлений для сравнения. И третий минус в том, что больше всего разбросов просмотров бесплатных объявлений приходится на этот метод. Окей. Мы потихоньку подбираемся к третий методике ML. Очень простой классический ML. Мы говорим, а вот по идее, для правильного сравнения платного объявления с бесплатным, нам, кажется, нужно сравнивать именно схожие, очень похожие между собой. То есть, что мы хотим сделать? Кажется, нам нужно сделать то, что платному объявлению слева нам надо найти наиболее похожие бесплатные объявления справа. Как себе еще раз другими словами можно представить? Вот здесь вот есть точки, вот вектор параметров объявлений. Нам важно подобрать наиболее, по сути, похожие по вектору параметры объявлений, при том, что одна бесплатная и одна платная, и сравним их между собой. Окей, получается, фиксируем методик, это все так же X минус Y. Теперь у нас объявления будут подбираться по схожести, где вот X – это просмотр платных объявлений, и Y – все так же бесплатные объявления. Плюс этого метода в том, что нет все так же необходимости в сегментации, относительно несложная реализация, и меньше всего разброса просмотров у бесплатных объявлений. Минус этого метода в том, что, возможно, на самом деле, есть более хорошие какие-то решения, может, можно было бы какую-то неровку запилить, и все, не парились бы. Окей, как этот расчет будет проводиться? Будем использовать методику lookalike, то есть метод ближайших соседей QNN. Как она работает? Она работает очень просто. Она работает на идее о том, что вещи, которые близки друг к другу, они часто бывают схожие, очень похожие. И тут первый вопрос – близки по каким параметрам? То есть как подобрать вот эти параметры или фичи? Первое – нам важно соблюдать немногомерность данных, чтобы избежать проклятия размерности. Что это означает? То, что проклятие размерности, оно говорит про то, что у нас расстояние между точками, они могут становиться менее значимыми при росте, по сути, количества измерений или количества параметров. Второе – нам важно масштабировать параметры, при том, чтобы это было с меньшим количеством пустых значений. То есть, по идее, если посмотреть на параметры, например, ценовой категории и комнаты, они сильно различаются. И один может, например, больше веса добавить при расчете расстояния. А также, если будет большое количество пустых значений, оно может создать небольшое смещение или же байос. Также важно соблюдать, чтобы отсутствовала сильно корреляция параметра, то, что параметры не должны быть сильно между собой похожими. И, конечно же, важно понимать предметную область, потому что, исходя из этого, мы изначально будем подбирать эти параметры. И последнее. Мы можем, на самом деле, валидировать с помощью какой-либо метрики вот эта метрика, которую мы заранее до этого подобрали. Теперь, мы поняли, как работает KNN, а вот давайте еще один вопрос зададим. Это близки по какому расстоянию. То есть, как подобрать, по сути, расстояние, или же еще и, например, K для KNN. Здесь отображен график K для KNN от 0 до 100, где мы для каждого, по сути, прогоняем разные виды моделей с дистанциями, которые описаны здесь, а также можно еще подобрать расстояние. Вот эти два графика отличаются тем, что первый — это средний разброс просмотра бесплатных объявлений, а второй — это максимум. Нам здесь, по сути, важно подобрать некоторые минимумы, и это будет, значит, как точка оптимума. Видеть для K для KNN и подсчет расстояния. Окей. Мы обозначили продуктовую проблему таким образом, что сколько нужно платных услуг для B2B, точнее, можно выдать, чтобы ценность от продвижения была в норме. И ответили на первый вопрос, то, что такое ценность. Ответили на нее таким образом, что это будут просмотры платных объявлений, здесь минус просмотры бесплатных объявлений по схожести. Окей. И давайте постараемся теперь ответить на второй вопрос. А что за норма? Как ее подобрать? Окей. Мы подбираемся к такой теме, как оптимальная ценность. Нам важно, по сути, подобрать такой оптимум, где у нас ценность была бы максимальна. Что это означает? Давайте попробуем построить график зависимости вот этой метрики ценности, которую мы только что построили, через KNN. И посмотрим на зависимость от количества платных объявлений. Здесь каждая точка отображает медианную ценность за день. И мы здесь как бы можем увидеть такое негативное влияние, то, что, например, с ростом количества платных объявлений у нас ценность начинает падать. И что мы можем сделать? Можно догадаться, что, по идее, можно просто какую-то классическую ML, тоже сверху модельку пахнуть, и получаем это. Сверху делаем предсказание с помощью линейной регрессии, при том, что мы добавляем не только как параметр это платное объявление, но еще и дополнительные фичи, как параметры, например, как конкуренция в виде базы объявлений. Поскольку чем больше становится база объявлений в поисковой выдаче, и тем больше они начинают конкурировать между собой за эту метрику ценности. А также, например, как просмотр или же трафик просмотра в сумме. Поскольку, если, например, произойдет какой-то наплыв людей, которые будут просматривать эти объявления, то у нас происходит естественный прирост для метрики ценностей, поскольку мы ее считаем через абсолютное значение. И таким образом мы получаем R квадрат в районе 0.91 и МАЕ 2.79. Окей, что мы теперь можем сделать? Мы можем сделать так, следующее. А вот давайте зафиксируем как константу некоторые параметры, вот эти внешние факторы, которые мы оцениваем как база объявлений, просмотры, и будем только учитывать платное объявление. То есть зафиксируем константу вот этих нескольких параметров, и будем только играться с разным количеством значений платных объявлений. И таким образом, что мы можем получить? Мы можем получить следующее. Мы получаем по сути как истинный чистый эффект только от платных объявлений в системе до очищенных от некоторых внешних факторов. Если это дело отобразить отдельно, то можем получить вот следующую картину. Вот видим, что здесь имеется какая-то логарифмическая негативная зависимость ценности от платных объявлений. То есть про логарифмирование, имея в виду, что платное объявление мы ее просто как параметр логарифмируем, потому что кажется, что зависимость все-таки больше не линейная, а логарифмическая. Теперь важный момент. Что мы отсюда можем сделать? Помним базовую экономику. Можем, по сути, выйти на некоторый оптимум в этих вещах, потому что мы считаем ценности на объявления и есть у нас, по сути, как платные объявления. Мы можем перемножить одно на другое и выйти на некоторый оптимум. Как это будет выглядеть? По Y теперь у нас умноженный вариант ценности на платные объявления, а по X у нас все также остается платное объявление. Таким образом у нас получается некоторая выпуклая функция, как парабола. И здесь точка максимума этой будет являться чем? Это и будет нашим, по сути, оптимумом ценности. То есть точка, на котором максимальное количество платных объявлений набирают максимальную свою ценность. То есть всем становится хорошо именно вот в этой точке. Окей. Мы теперь ответили на второй вопрос. А что за норма? Таким образом, что это будет выступать как оптимальная ценность от платных объявлений. Аналитика эффекта. И вот давайте сделаем внедрение и попытаемся срезать количество платных услуг и посмотрим на то, как это влияет на метрику ценности. Что мы делаем? Мы делаем эксперимент по сегментам. То есть мы можем взнести изменения в каком-либо, например, городе, Алматы, и сравнить изменения динамики, метрики ценностей, например, количество платных услуг, относительно другого, наиболее похожего сегмента. Например, Алматы, допустим. Эта методика, на самом деле, не дефиндив. Эта методика называется козлый пакт. Эта библиотечка в питоне есть или в арке есть, которая была разработана ребятами из гугла в далеком 2015 году. Как это себе можно представить? Я нарисовал тут синтетические данные, чтобы просто показать, как это поверхность плюс-минус работает. Допустим, что по X у нас расположена динамика, и по Y какое-либо значение. Например, на первом графике динамика метрики ценностей, а в втором это количество платных услуг B2B. Красные линии – это тестовый сегмент, например, Алматы. Мы там, например, вносим изменения, где черными линиями описано. И у нас есть какой-либо контрольный сегмент, например, вот Астана, где мы фиксируем его, то, что относительно его мы будем замирать эффект. По сути, как причины, следственная связь. И можем увидеть, что в какой-то момент, то, что мы внесли изменения в тестовом сегменте, у нас происходит рост метрики ценностей и происходит падение по количеству платных услуг. Что мы получаем? Мы получаем вот то, что мы сказали. Мы получаем прирост к метрике ценностей, при том, что мы чуть уронили количество платных услуг одного из типов пользователей. То есть что это означает? То, что мы срезали чуть-чуть, по сути, как кусочек пирога, но при этом всем, вся общая температура по больнице, она стала лучше на 13%. Также это, по сути, приходится как новый продукт, который мы передаем ребятам с бизнеса, продуктам, которые уже на новом дашботе, может на ежедневной динамике все это дело отслеживать. По сути, это будет выступать как здоровье продукта монетизации. Давайте пройдемся по тому, что было сегодня. Мы сделали небольшое введение в продукт монетизации, мы обозначили продуктовую проблему, мы прошлись по методикам расчета этой метрики эффективности, а также сравнили их между собой с помощью проксиметрикой и оттуда уже вышли к какому-то оптимуму. То есть, по сути, получился какой-то pipeline классических ML-моделей, и потом внесли изменения и проанализировали этот эффект. На этом все. Можете задавать свои вопросы, оставлять здесь фидбэк. Мой телеграмм вот здесь, можете писать, и жду ваши вопросы. Спасибо.